Считается, что деревянная архитектура самая консервативная. И действительно, вот типичные деревянные дома. Небоскреба из дерева не построишь в стиль хай-тек, оно, наверное, не впишется. Однако это не совсем так. Деревянные дома могут быть даже более оригинальными, чем здания из стекла и бетона. И сейчас вы в этом убедитесь, увидев подборку самых необычных домов из дерева. Этот дом не просто из дерева, он еще и стоит на дереве. Дом был построен в 2004 году на острове Тасмания защитниками природы. Таким оригинальным образом они хотели привлечь внимание общественности к вырубке лесов. Сколько леса ушло на строительство самого дома, история умалчивает. Но внимание активистам привлечь удалось. Правда, заинтересовались странным сооружением архитекторы и любители всего необычного. И неудивительно, ведь Тасманский дом – самое высокое здание в истории, построенное на дереве. Надо сказать, что этот гигантский шалаш был вполне благоустроенным жилищем. В нем были даже кухня и душ. Крепилась эта сложная конструкция на двух деревянных платформах. Одновременно в доме могло проживать шесть человек. Активисты провели там около полугода, после чего дом был разобран. Сегодня его уже не существует. Зато профессиональные архитекторы приступили к разработке проекта целого города на деревьях в тасманских лесах. Еще один ныне существующий памятник высотной деревянной архитектуры – деревянный небоскреб, известный как дом Сутягина. Это необычное здание было построено на противоположном от Тасмании конце мира – в Архангельске. В отличие от австралийских защитников природы, автор архангельского чуда имел гораздо более прозаичные цели. Он хотел попасть в Книгу рекордов Гиннеса, и это ему почти удалось. Начиная с 1992 года, за несколько лет было построено 13 этажей. Причем при строительстве Сутягин не использовал ни одного гвоздя. Счастливый финал был уже близок, но в 2001 году незадачливый архитектор угодил в тюрьму. Кроме того, выяснилось, что в этом месте вообще нельзя строить здание выше двух этажей. В итоге чудо-дом был снесен. Как и тасманский дом на дереве, он уже не существует. Американский плотник Гораци Берджис, судя по всему, решил затмить славу тасманских активистов и архангельского чудака. Вот уже более 20 лет он строит гигантский дом на деревьях в городе Кроссвель в штате Теннесси. Проект постоянно дорабатывается, и на сегодняшний день дом уже раскинулся на 10 деревьев, а его высота превысила 30 метров. В огромном десятиэтажном особняке есть все, что нужно для жизни, и даже сверх того. Например, баскетбольная площадка, пентхаус и даже настоящая часовня. Дом открыт для посетителей, причем за посещение хозяин не берет деньги. А этот дом из дерева в буквальном смысле слова. Дом построен в штате Северная Каролина из секвои, упавшей во время урагана. Дерево спасло жизнь Лену Муру, который укрылся от стихии внутри ствола. Выбравшись, Мур решил отблагодарить погибшую секвою столь необычным образом, превратить ее в дом. На вырезание сердцевины ушло около 8 месяцев. К слову, по подсчетам ботаников, дереву, давшему жизнь столь необычному строению, почти две тысячи лет. А его древесины, вырезанной Муром, хватило бы на строительство пятикомнатного коттеджа. Дом дерева благоустроен, в нем есть спальня, столовая, гостиная и санузел. Он открыт для посетителей, теперь это яркая достопримечательность Северной Каролины. А эта землянка в Великобритании получила название Дома Хоббита, так как создано по образу жилища знаменитых персонажей Толкиена. Дом, построенный из дерева и земли, выглядит очень необычно и уютно. В то же время это один из самых дешевых домов. На его строительство фотограф Саймон Дейл потратил всего три тысячи фунтов. Для работы ему понадобились древесина, бензопила, молоток и гвозди. У дома фактически нет настоящих стен. Его крыша самонесущая. Для утепления Дейл укрыл дом землей. Полная противоположность домика Дейла – дом НЛО. Сходство с космическим аппаратом не случайно. Этот дом – настоящий воплощение высоких технологий, но технологий, гармонично вписанных в окружающую природу. Деревянный особняк сконструирован так, что способен вращаться в течение дня, следуя за Солнцем. Его внутренняя планировка лишена непроницаемых стен, а пространство делится на комнаты с помощью мебели и элементов интерьера. Это позволяет равномерно освещать все помещение и экономить электричество. Впрочем, электричество сюда поступает от солнечных батарей, установленных на крыше, так что сплошная экология во всем. Дом НЛО не уникален. Это типовой проект французской компании Dome Space International. Стоит такая тарелка около 200 тысяч долларов. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями.